друзья приветствую вас на своем канале пламя с вами борсук олег михайлович республика адыгея город майкоп ребята прежде чем начнется данное видео прошу вас кто не подписался подпишитесь на канал пламя и поставьте колокольчик на оповещение о выходе нового ролика ну а те кто уже подписан сердечного благодарность от михалыча за то что вы подписаны на канал за то что поддерживаете меня мою технологию и ребята сейчас я нахожусь поселке хамышки выполнял я данный мангальный комплекс в прошлом году значит мангальный комплекс состоит из мангала мойки и печи под казан сейчас я вам все это покажу и смотрите есть у меня 3d проект данного комплекса 3d проект состоит из печи печки мангала и мойки есть зеркальном отображение печка справа печка слева по данному проекту любой из вас может собрать данную конструкцию с ракетной тягой здесь вы видите установлен установлена крыша на дымоход вот беседка уже имеет свой навес интересное решение стояк потому что здесь вы видите дымоход идет от пиролизной печи в хамышках газ еще не провели поэтому отопление как такового нету люди придумывают всевозможные способы как протопить свои гостиницы дома но и тому подобное и керамическая плитка в таком стиле как будто бы мрамор столешница еще не обложена плиткой видите бетон залит установлена раковина мангал имеет свое собственное освещение электричество подведено здесь вот вы видите печь под казан значит плита здесь небольших размеров но можно поставить и большую плиту это не принципиально значит здесь также забетонирована и будет обкладываться плиткой дверцы установлены дверцы установлены так стандартных размеров печка имеет свой дымоход все выведено в общую трубу мангала и из с этой стороны получился такой небольшой дровник ну или просто ниша дверцы поставятся и будет дополнительная площадь для размещения посуды другой кухонной утвари значит под мангалом также вы видите дровник и частично еще осталось зона высола видите вот белые высола это произошло когда зимовал мангал не было еще накрыто ничего не было беседки и дождь намочил кладку все вы с вы произошло вы щелачивание из кирпича значит по вымывали фасад вы видите все кирпичики чистые щелочи не осталось теперь кирпичную кладку можно обрабатывать лаком для того чтобы создать эффект мокрый мокрого кирпича половинками вот так выложена а удлиненная часть арка получилась более массивной корона здесь имеется значит арка имеет такие пропилы кирпичи заходят за арку и поэтому создается такой эффект как будто бы кирпичики так срезаны аккуратно все подобное на самом деле кирпичи просто зашли за вот этот выступ здесь имеется такой вот карниз вот это называется на ребро кладка дальше пошел дымозбольник здесь между дымозбольником и карнизом есть полочка 12 или 4 сантиметров я уже точно не помню и каждый выступ дымозбольника имеет по 6 сантиметров то есть как с левой стороны так и с правой каждый ряд уменьшается на пол кирпича чтобы получился у вас дымозбольник красивым видите у меня здесь получился рисунок узор вот этих вертикальных швов пошел туда ветка и сюда как бы такая вот буква получилась это вы все должны делать самостоятельно раскладывайте на сухую смотрите как у вас швы я полностью весь дымозбольник разложил без раствора на сухую посмотрел рассчитал все и потом уже выполнял кладку на раствор вся облицовочная кладка выполнялась на песчаную такую вот смесь белого цвета готовую огнеупорная кладка выполнялась наша модную огнеупорную смесь между облицовкой и огнеупорным кирпичом обязательно надо устанавливать базальтовый лист вот здесь вот давайте вам покажу есть установлен вот он видно его базальтовая вата значит здесь вот все дно перекрыто вот так на этим базальтом боковые стенки и вот здесь арка и базальт выходит аж на дымозборник и поворачивает сторону самого дымозборника значит внизу вы тоже видите кладка на ребро вот простыми половинками здесь все будет тоже перекрываться плиткой значит устройство под шампур увидите заказчик сам придумал такую сделать себе железочку с прорезями и имеет он две высоты это первая высота это 2 высота здесь вы видите столько много устройств значит для того чтобы можно было ставить и длинный шампур и сетку барбекю и все что угодно придумывать импровизировать здесь наверху также установлена штанга так друзья еще хочу показать вам такой момент значит слишком плотно я замазал здесь шов там у меня базальтовый лист установлен но слишком плотно подошел огнеупорный кирпич к облицовке и вот этот раствор он оказался непреодолимой такой преградой для огнеупорного кирпича при нагревании или же этот зимой произошло либо при нагревании пошла стена на облицовку из-за вот этого раствора произошло откалывание здесь вот по краю кирпич откололся так что имейте ввиду на будущее делайте вот такое чтобы прям зазор конкретный чтобы ничего здесь не было заполнено вот как между аркой и огнеупорным кирпичом я вам сейчас под видите вот здесь вот прям щель то есть кирпич не упираются друг друга и здесь также кирпич не упирается то есть вот это все огнеупорная кладка она свободно должна стоять шевелиться не не владеет не взаимодействовать с облицовочным кирпичом мы давайте покажу внутри вы видите двойной зуб значит вот так вот выглядит крыша и здесь имеется лампочка освещение и тут включатель вот увидите как лампочка закоптилась но горит ярко всего освещает друзья вот мангал без включенного света и вот вы видите как включился свет значит лампочку можно поставить помощнее двухсотку но ночью даже такого света хватает чтобы пожарить мясо это гораздо удобнее чем бегать шампурами под свет куда-то под фонариком я сейчас устанавливаю практически в каждый мангал и даже камин освещение это вот позволяет нам современной технологии добиться такого эффекта свет в мангале друзья позвольте мне поблагодарить моего заказчика за то что приютил меня на время сборки данного чуда мангал баварской кладки был выполнен мной осенью прошлом году я ночевал здесь прям на объекте дмитрий большое тебе спасибо благодарен я вам за то что вы меня и пустили проживать у вас пользоваться вашим домом и за то что предоставил мне такую возможность построить такой комплекс то есть реализовать свои мысли до свои свое творчество свой двойной зуб пользуйтесь я думаю что прослужит конструкция долгие годы и вы каждый раз когда будете пользоваться мангалом будете про меня вспоминать ну и друзья кто хочет собрать себе данное устройство пожалуйста обращайтесь есть проекты как я уже говорил мангалов вот с печью под казан есть без печки есть камины есть с духовками и с коптилками также еще друзья напоминаю что будет проходить у меня мастер-класс поселке хаджох ну или каминомоски в гостевом доме благодать если вы хотите получить специальный спичник то записывайтесь на мастер-класс мастер-класс пройдет с 9 по 17 ноября 2019 года так что торопись места ограничены ну а я всем желаю здоровья удачи успехов в труде самореализации всем желаю здоровья пока